Гиперкоагуляция при субархидальных кровоизлияниях. Действительно, эти пациенты активно оперируются у нас в институте, и мы сталкиваемся с рядом феноменов, которые мы хотим обсудить. Но субархидальное кровоизлияние – серьезная проблема. Это разрыв фактически некого патологического выпячивания на сосуде, которое может привести к летальному исходу, приводит к экстравазации крови. Много пациентов достаточно и в настоящее время погибает, не успев госпитализироваться. С нашей точки зрения, вот эта группа пациентов, которые получают отсроченные осложнения уже после эффективно клипированной аневризмы и хорошо выполненного оперативного вмешательства, они страдают от отсроченной ишемии. И это как раз и есть зона интереса реаниматологов. Вот туда, куда направлены все наши терапевтические усилия. И это мы и будем с вами обсуждать. Очень важная работа Роуэлда о отсроченной церебральной ишемии после субархидального кровоизлияния. Он выделяет два этапа повреждения мозга. Раннее повреждение мозга и отсроченной ишемии. Раннее повреждение – это внутричерепная гипертензия в результате появления масс-эффекта в разрыве аневризмы. Возможная гидроцефалия, электролитный дисбаланс инемии, нарушение гематоэнцефалического барьера и отсроченная церебральная ишемия. Всем, естественно, известен такой феномен вазоспазм, который развивается, менее известный cortical spreading deparalization, цепотоксический отек и микротромбозы. По сути дела, этот слайд подчеркивает, что в основе отсроченной церебральной ишемии лежит сочетание факторов. Не надо их рассматривать по деятельности. Это комплекс проблем, которые могут привести даже при очень хорошо и успешно, эффективно выполненном оперативном вмешательстве к инвалидизации даже смерти пациента. Вот так РАС и Хеллбук рассматривает механизм повреждения мозга после субархидального кровоизлияния. Вы видите много различных позиций, которые могут привести к отсроченному повреждению мозга, но микротромбоз всеми авторами признаётся и выводится как некая причина отсроченной ишемии. Хочу также сказать, что ряд этих факторов, их сочетание приводит к воспалительным изменениям. Авторы говорят об этом в целом. Воспалительным изменениям в зоне кровоизлияния, воспалительным изменениям внутри сосудов. Но это тоже важный момент, который может влиять на состояние гемостаза. Очень важная, с моей точки зрения, работа 2004 года американских авторов тромбоэмболизм и отсроченная церебральная ишемия после субархидального кровоизлияния. Авторы рассматривали 29 пациентов, которые погибли. Это американцы погибли после субархидального кровоизлияния. Они рассматривали два независимых патоморфолога. Они смотрели различные срезы головного мозга и выделили две группы. Пациенты, которые погибли от каких-то причин после субархидального кровоизлияния, которые не сочетались с отсроченной ишемией. И вторая группа, у которых при патоморфологическом исследовании были признаки ишемии. Так вот, в группе с ишемизированным мозгом авторы нашли на квадратный сантиметр головного мозга значимо достоверное большее количество тромбов, чем у пациентов, которые погибли от различных причин, не сопровождавшихся формированием отсроченной ишемии. Кроме того, авторы выделяют некую этапность и вероятность развития формирования тромбы. Первые 48 часов, потом третьи и четвертые сутки, и дальше десятые и четырнадцатые сутки. Логично, авторы этой статьи схематически представляют причину формирования ишемии. И здесь параллельно фигурируют две основные причины. Это вазоспазм и формирование микротромбов. В принципе, всё довольно логично. Дальше мы, погружаясь в литературу, посвященную механизму развития гиперкоагуляции после суборфидального определения, получаем спектр работ, где акцент идёт на активацию тромбоцитов. Активация роли тромбоцитов, функции тромбоцитов, тромбоциты и воспаления в результате формируется некая отсроченная ишемия. Авторы этих статей – это уже схема, которую мы трансформировали и перевели из этих работ. И она приведена в статье, которую выпустила Анастасия Ивановна. Нарушение системы гемостаза у пациентов с нейронатическим суборфидальным кровоизлиянием. И здесь видно, что различные сосуды, крупные сосуды и мелкие сосуды реагируют по-разному. Мелкие реагируют фактически полным закрытием. В крупных сосудах может формироваться пристеночный тромб. При этом здесь есть механизмы как активации гемостаза, так и системы активации воспаления. Эти два механизма, сложно их разделить, вычленить, но они оба участвуют в формировании развития тромбов внутри сосудов, которые могут привести к отсроченной ишемии. Но, естественно, повреждение гематоэнцефалического барьера, активный контакт с коневым фактором. Важная работа Дженнифер Франтере, 17-й год, работа довольно новая. Видите, это действительно проблема, которая активно обсуждается. Роль тромбоцитов и их активации воспаления в повреждении головного мозга вследствие суборфидального кровоизлияния. Автор работы выделяет различные по тяжести группы пациентов. Видите, это Ханхес. Ханхес-5, самая тяжёлая группа пациентов. Дальше идёт выявление активации тромбоцитов в этих группах пациентов и некие параметры, которые оценивают системное воспаление. И автор работы говорит, что, естественно, чем тяжелее пациент, тем более выражена гиперкоагуляция, оценивалась максимальная амплитуда. Также в этой группе пациентов наиболее выражено было системное воспаление. Но что очень важно также, что вот эта гиперкоагуляция, понятно, что это самые тяжёлые пациенты, она, по мнению автора работы, чётко коррелировала, независимо коррелировала с функциональным исходом через 3-6 месяцев. То есть чем более выражена гиперкоагуляция на ранних этапах в первые-третьи сутки после клипирования аневризма, причём это была, скажем так, довольно большая группа пациентов, более 100 наблюдений, тем более неблагоприятные исходы через 3 месяца. Это наши данные. Естественно, мы были инспирированными этими информационными посылами. И мы хаотически посмотрели несколько пациентов. Это седьмые сутки после операции. Ротем. Мы видим, что есть увеличение МЦФ. То есть мы и МЦФ, и также есть ФИПТЭМ. Здесь мы получаем фактически некую тенденцию гиперкоагуляции в седьмые сутки у пациентка после клипирования аневризмы, Ханхез-4 и Фишер-4. Но, в общем, мы думаем, что это за счёт ФИПТЭМа, то есть за счёт факторов свёртывания. Ещё один пациент. Ротем на пятые сутки. Здесь также мы видим, что и в ФИПТЭМе, и в ЭКСТЭМе мы видим увеличение МЦФ. То есть есть исследование на пятые сутки говорит о том, что есть тенденция гиперкоагуляции. Ещё одна пациентка 54-х лет. Она клипирована фактически в день разрыва 11-0-3-го. И далее мы её обследовали. При этом после операционный период у неё отёк довольно благоприятно. Но в динамике мы видели с первых по третьи сутки некую тенденцию к формированию гиперкоагуляции. То есть мы поняли, что такой феномен может присутствовать у пациентов с суборохнедальными кровоизлияниями. Дальше, погружаясь далее в проблему гиперкоагуляции, мы поняли, что естественно сам факт активации тромбоцитов – это один из компонентов. И очень важный момент – это наличие так называемого воспалительных реакций. То есть действительно в результате кровоизлияния происходит, во-первых, повреждение эндотелия, во-вторых, происходит активация различных клеток крови, в том числе макрофагов и лейкоцитов, которые сами выделяют ряд активных веществ, которые в том числе вызывают повреждение эндотелии и так называемое воспаление эндотелии. Эндотелий – такое модное понятие. Поэтому здесь, естественно, есть некая комплексная проблема. То есть мы понимаем, что эта проблема существует и с ней надо что-то делать. Поэтому очевидно, что надо как-то рассматривать воздействие на системную коагуляцию и воздействие на воспалительные процессы. На коагуляции. Применение антиагрегантов, применение тромбоэлитических препаратов, применение антикоагулянтов. Антиагреганты. Обращаемся к литературе, увидим кохрановское исследование. Тенденцию к лучшему исходу пациентов, получавших антиагрегантов после клипирования аневризмы, авторы отметили. Потому что уменьшается частота вторичной ишемии. Однако все положительные эффекты могут свестись на нет в результате геморрагических осложнений. Еще одна важная работа. Гемостаз и фибринолиз в отсроченной ишемии после супрахмидального кровоизлияния. Ревью. Анализ больше 24 исследований. Авторы говорят, что использование дезагрегантов, в основном это ацетилсалициловая кислота, снижает пропорцию пациентов с отсроченной ишемией. Однако весь положительный эффект от применения дезагрегантов сводится на нет наблюдениями с геморрагическими осложнениями. Поэтому общий вывод о раннем применении дезагрегантов по этим исследованиям отсутствует. Тромболитики. В основном, если мы рассматриваем тромболитическую терапию и погружаемся в историю этого вопроса, речь идет об введении тромболитиков в ликвор. Вот эти все работы, они посвящены тромболизису при введении тромболитиков в ликвор после его пациентов с упрахмидальными кровоизлями, естественно, после клепирования аневризма. Вот еще ревью, которое посвящено интратекальному введению различных препаратов. И авторы этого ревью анализируют 16 клинических трайлов использования фибринолитических агентов, которые вводились в ликвор. Ну, результаты этого исследования, скажем так, противоречивы и однозначного заключения сделать нельзя, но действительно ряд мировых клиник довольно широко используют тромболитическую терапию у пациентов, у которых есть риск развития вазоспазма. Финские авторы. Использование иноксопорина и исход пациентов с аневризматическим субрахмидальным кровоизлянием, рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование. 180 пациентов субрахмидальным кровоизлиянием, 85 пациентов иноксопорин практически с первых суток после операции. Ну, доза на самом деле не очень большая, особого контроля эффективности с позиции антидесятого фактора не было, но автора заключает, что нет положительного влияния на неврологический исход, следует избегать рутинного применения низкомалевлярного гепарина в раннем послеоперационном периоде пациентов субрахмидальным кровоизлиянием. Повышается риск интракраниального кровотечения, хотя и незначительного. Ещё одна работа, это уже канадские авторы. Эффективность ранней фармакологической тромбопрофилактики после субрахмидального кровоизлияния. 174 пациента субрахмидальными кровоизлияниями, 39 не получали антикоагулянты, 130 пациентам, 78% различные варианты. Низкомолекулярный гепарин, нефракционированный гепарин и в ряде наблюдений вместе с дезагрегантами. Первые 24 часа после вывода работы, первые 24 часа после закрытия аневризмы, применение безопасно. Риск интракраниального кровоизлияния возрастает при одновременном применении антикоагулянтов и антиагрегантов. Наша практика. Раннее закрытие аневризмы, естественно, это активная, адекватная хирургическая тактика, потому что если аневризмы не выключены из кровотока, то фактически руки реаниматологов связаны. Минимум антифибринолитических препаратов в дооперационном периоде и, естественно, при закрытой аневризме никогда. И использование интегральной диагностики состояния гемостаза в остром периоде САК. Ещё раз, мы не настаиваем, что у каждого пациента после клепирования аневризмы присутствует феномен гиперкоагуляции, но исключить его мы не можем. Это и тромболастография, естественно, и мы должны понимать, что феномен этот может развиваться и в первые сутки, и более отсрочно. Это надо иметь в виду. Назначение антикоагулянтной терапии. Ну, Андрей Юрьевич уже этого касался, он давно занимался этим вопросом, и действительно, по его данным, и в этом мы не сомневаемся, окончательное хорошее формирование гемостаза в нейрохирургической раны, оно где-то совпадает 48-72 часами после операции. Действительно, весь мир, прежде всего, нейрохирурги, они побаиваются различного способа применения антиагрегантов или антикоагулянтов в совсем ранние сроки, в первые сутки после оперативного вмешательства. Но всё же вот эта зона, она может быть обсуждаема, и в зависимости от индивидуального профиля пациента, конечно, мы должны принимать решение, может быть, с вектором и с уклоном в сторону более ранней антикоагуляции. Но действительно, пока, и я думаю, что это оправдано, наиболее вероятное назначение антикоагулянтной терапии это вторые сутки после нейрохирургического вмешательства. Если мы говорим про эндоваскулярную опцию терапии, конечно, там совершенно другие подходы, возможно, более ранние и более агрессивные назначения антикоагулянтной терапии. Действительно оправдывает себя контроль антидесятой активности, потому что пациенты разные, чувствительность к препаратам разная. Если он, конечно, пациент без особенностей сопутствующих факторов, с нормальным функционированием систем органов, среднего веса, то, возможно, назначение по инструкции. Но если пациент имеет особенности, желательно эффективность его антикоагулянтной терапии или профилактическую дозу, или лечебную дозу подтверждать. Это имеет свой смысл. Отсроченная ишемия. Помимо воздействия на антикоагулянт, конечно, надо рассматривать воздействие на воспалительные процессы, на детлид. И здесь есть действительно интересные данные, которые стали появляться в последнее время. Это эффекты гепарина. Именно мы рассматриваем не антикоагуляционный эффект гепарина, а противовоспалительный эффект гепарина. Это эндогенный гликозаминогликан, состоящий из сульфатных групп, которые являются сильнейшей отрицательно заряженной биологической макромолекулой, способной взаимодействовать с большим количеством протеинов. Антипротивовоспалительный эффект гепарина из соответствующих компонентов. Обладает способностью связываться с положительно заряженными молекулами, идентифицировано более 100 гепарин-связывающих белков, включая цитокины, химокины и другие небольшие биологически активные молекулы, а также самые эндотелиальные клетки. Именно те, которые цитируются в работе про тромбо-воспаление, те, которые могут запускать каскад воспалительных реакций после субархидального кровоизлияния. И тут начинается серия работ, которые в основном, как я понимаю, были инициированы американским. Вот этот Роберт Джеймс, он фигурирует в большинстве работах. Это Мэриленд, Балтимор, Америка. У них есть протокол по использованию низких доз внутривенного водиного гепарина в ранние сроки после субархидального кровоизлияния. Вот это вот первая работа, одна из первых работ. Вы видите, что фактически через 12 часов после операции начиналось введение гепарина с дозы 8 единиц на килограмм веса в час. В течение 36 часов доза повышалась до 12-13 единиц килограмм веса в час. Это не FDA approved была ситуация. И вы видите, что они получили драматическое снижение риска формирования отсроченной шемии на фоне этого протокола низких доз гепаринов. При этом на такой дозе гепарины они не достигали гипокоагуляцию по данным активированного частичного тромбопластинного времени. Они шли в зоне формальных тестов, которые подтверждали норму коагуляции, при этом была постоянная инфузия гепарина. Ещё одна работа. Непрерывное введение небольших доз нефракционирования гепарина после субархидального кровоизлияния. Первичное исследование влияния на когнитивные функции после субархидального кровоизлияния. Авторы получают, что пациенты, которые получали низкие дозы гепарина, у них после клипирования аневризм по тестам когнитивные функции были менее повреждены, менее страдали, чем у пациентов, которые не получали схему низких доз гепарина. Таким образом, гепарин действительно ассоциирован с противовоспалительным эффектом при введении его. Это уже немножечко коснулось этого Екатерина. Видите, он является антагонистом эндотелием запускаемой вазоконстрикции. Обладает также системным противовоспалительным эффектом и ещё рядом положительных эффектов, которые могут реализоваться после субархидального кровоизлияния. Он препятствует экстравазации лейкоцитов. Но это такие, скажем, физиологические эффекты, которые у МППС, снижает активность воспаления, снижает оксидативный стресс, снижает проницаемость гематоэнцефалического барьера и выраженность вазогенного отёка. Соответственно, формально мы можем понимать, что он может уменьшать очаг ишемии. Сейчас проходит такое исследование, строг теаневризмом субарахноид геморрадж трайл рандомайз оптимайзинг гепарин. Это исследование, в котором 88 участников. Оно стартовало в марте 2019 года. Должны его завершить в декабре 2020. После этого будут подведены итоги о результатах исследования низких доз гепарина. Ещё раз я хочу подчеркнуть, что этот препарат используется в данной ситуации, по мнению этих авторов, не с позиции антикоагулянта, а в таких дозах, когда он практически не влияет на систему гемостаза. Но всё же, анализируя все эти вещи, есть ряд вопросов. Но немцы, например, они пошли в более, скажем так, в более правый крем. И видите эффект гепаринов на отсроченное вторичное повреждение головного мозга пациентов субарахноидальными грузияниями. Дополнительная H в терапию, помните, была 3H терапия, которая сейчас, конечно, не Triple H, потому что гиперволемии, гемодилюции нет, осталась индуцированная гипертензия. Но вот они добавляют ещё один H к терапии за счёт использования гепарина. Как я понимаю, в Архангельске была такая диссертация кандидатская по использованию. 4H терапия у пациентов после субарахноидального кружияния. Андрей Ильич, сколько лет назад просили вас быть официально? Лет 5 назад доктор Левин защитил там в Питере, но делал он в Архангельске эту работу. На мой взгляд, очень не бесспорная работа была. Он пациентам с острым субарахноидальным кружиянием вводил в сутки 25 тысяч единиц гепарина. В общем-то, это не маленькая доза. Но это не лоу-доз протокол. И при этом у него не было никаких геморрагических осложнений. Ну как такое может быть? Это несерьёзно. Вот. Ну вот видите, товарищи немцы, они использовали гепарин, правда, при эндоваскулярном закрытии аневризмы, но у них таргетные значения АЧТВ были 60 секунд. То есть они явно были в зоне гипокоагуляции. И заключение. Пациенты, получающие нефракционированный гепарин в виде постоянного введения после эндоваскулярного закрытия аневризм имели значительное снижение частоты тяжёлого цереброласкулоспазма и, соответственно, имели, естественно, лучшие результаты лечения совокупные. Наше наблюдение интересное, потому что мы, анализируя эту ситуацию, подумали, ну хорошо, пока мы договоримся и будем тоже использовать, если и будем использовать такой протокол, всё равно, наверное, какое-то место для гепарина должно быть. Вот клиническое наблюдение. Молодая девушка, 25 лет, аневризма переднемозговой-переднесоединительной, субархиндальное кровоизлияние от 20 августа, хант-хез-4, тяжёлая пациентка. Операция на 9-е сутки после САК, выраженнейший вазоспазм в бассейне правой средней мозговой артерии. И сразу наши эндоваскулярные хирурги, у нас опция такая довольно давно существует, они интерартериально вводят виропамил, причём сеансов может быть несколько, и у этой пациентки был выраженнейший вазоспазм, вы видите индекс линдергарта 5, больше 5, по линейной скорости кровотока больше 300, действительно явная проблема, подтверждённая ангиографически. И у этой пациентки было выполнено 6 процедур эндоваскулярного лечения вазоспазма, введения виропамила, причём, естественно, эндоваскулярные хирурги, они оценивают эффективность, они вводят виропамил, там есть различные дозы, различные методики введения, но они ангиографически подтверждают, что после некой своей манипуляции, после введения виропамила, действительно есть реакция со стороны просвета сосуда, есть некое улучшение кровоснабжения в этом бассейне. У этой пациентки эффект был самительный, хотя вы видите, что попыток и действительно выполнение процедуры было 6, но сами эндоваскулярные хирурги были недовольны результатами своих манипуляций. И вот наши результаты нашего РОТЭМ-исследования у этой пациентки. Вы видите, что, в принципе, изначально мы получили увеличение фиптема, хотя чуть больше нормы, но всё-таки склонность гиперкоагуляции была. Это были 13-е сутки после субараклидального кровоизлияния, соответственно, с пик разгара вазоспазма, и была начата инфузия нефракционированного гепарина. Мы не хотели повышать значимо уровень ЧТВ, шли фактически по верхней границе нормы, при этом, значит, фибриноген был довольно высок, ну, фибтем может быть, как вы видите, и в экстеме тоже МЦФ был повышен 79 при верхней границе 72 мм. ЦРП может быть повышен в этой ситуации по разным причинам, мы не ассоциировали эту ситуацию с такой, скажем, даже бактериально-воспалительной реакцией. Но в результате к 14-м суткам уже после этой терапии всё-таки некий тренд снижения гиперкоагуляции был отмечен. Действительно сложно сказать, насколько коррелируют данные ЧТВ с реакцией гемостаза, оценки гемостаза по Ротему, но нам приходится как-то совокупно оценивать эти данные и интегрально принимать решение, потому что по-другому не получается. Но в этой ситуации пациентка получала нефракционированный гепарин в небольших дозах постоянной инфузии в течение периода, когда она переживала вазоспазм. Мы не достигали, по данным ЧВ, ещё раз АЧТВ подчеркнул гиперкоагуляции, но с позиции Ротема всё-таки некий тренд снижения тенденции гиперкоагуляции был отмечен. Пациентка пришла в сознание, была экстубирована, гемодинамика оставалась стабильной, и фактически она была выписана без очагового неврологического дефицита, что для нас было так даже несколько удивительно, учитывая такое выраженное изменение линейной скорости кровотока и ангиографически подтверждённый вазоспазм. Конечно, это всего лишь одно наблюдение, но в целом, переходя к выводам, что можно сказать? Да, гиперкоагуляция возможна после субротминдального кровоизлияния. Действительно, она возможна. Сроки её могут быть разные. Это возможно в первые, вторые, третьи сутки после субротминдального кровоизлияния. Это можно быть более отсрочено. Поэтому фактически мы должны быть в состоянии оценить и выявить эту ситуацию. Особенно если пациент начинает формировать какие-то изменения линейной скорости кровотока, которые соответствуют или которые мы проецируем на формирование вазоспазма и, естественно, то, что повышает риск формирования отсроченной ишемии. Механизмы. Механизмов, видимо, несколько. И, естественно, мы до конца можем всё не знать. Это и тромбоциты, и факторы свёртывания, и, вероятно, воспаление. Причём воспаление, знаете, за словом воспаление может стоять много всяких его проявлений, от бактериального до, скажем, воспаления, связанного с кровоизлиянием, с разрывом гематоэнцефалического барьера. Возможно, раннее назначение гепаринов, фракционированных, нефракционированных, низкомолекулярных. Действительно, наверное, возможно. Конечно, таких пациентов стоит обсуждать. И, действительно, все пациенты с субракнедальными эквлюзияниями после клипирования аневризмы это всегда предмет для мультидисциплинарного обсуждения, когда его обсуждают и реаниматологи, и нейрохирурги, и интервенционные хирурги, потому что аспекты есть. Естественно, пациенты, которых лечат эндоваскулярно, отличаются от тех, которых лечат транскраниально, которым делают краниотомию, потому что краниотомия один из вариантов, и один, или, не дай бог, ещё их декомпримирует. Это одна из тех зон, которая может быть источником формирования зоны формирования гематома на фоне раннего назначения антикоагуляции. Но мы имеем возможности интегральной оценки. Это и ТЭК, и РОТЭМ, и это нам может помочь, во-первых, принять решение, в каком статусе находится пациент, и всё-таки понять, насколько у него есть тренд гиперкоагуляции. Вообще, в реанимации решить проблему, насколько пациент имеет склонность к гиперкоагуляции довольно тяжёл, потому что все системы ТЭК, РОТЭМ в большей степени они придуманы и нацелены на выявление гипокоагуляции и на решение вопросов о предотвращении кровотечения, о снижении объёма кровотечения и прочее. Очень мало тестов, которые реально нам могут помочь в оценке системы гемостаза с позиции тенденции гиперкоагуляции. И, безусловно, оправдан индивидуальный подход, и гепарин с его противовоспалительным эффектом, мне кажется, это интересно и перспективно. И ещё я хочу сказать, что, конечно, эти пациенты очень сложные, но, скажем, такой универсальной стратегии по антикоагуляции пока мы выработать не можем, и даже считаем, что более оправдан, наверное, пока индивидуальный обход, а подход с индивидуальной оценкой состояния гемостаза и может принятие решения о раннем назначении антикоагулянтов. Спасибо. Спасибо.